Всем привет, друзья мои. Дубль 2. У нас первый дубль не получился. Сегодня мы готовим салат каллы и решили снять это видео, так как уже давно у нас не выходило кулинарных видео. Может кто-то и соскучился за ними. Ну, приступим к приготовлению салата каллы. Для того, чтобы приготовить салат каллы, нам нужны грибы 250 грамм. Я их обжарила уже, мелко порезала в эти 250 грамм грибов. Я добавила одну ложку оливкового масла, когда обжаривала. Дальше, 300 грамм у меня куриной грудки, копченой. Можно использовать и обжаренную, и вареную, какую вы желаете. У нас есть копченая. Дальше, у нас сварено 5 яиц, я их уже отделила, белки от желтков. Сыр, 250 грамм я потерла на мелкой терке. Морковь, 220 грамм у меня, если точно быть, вареная и потертая на мелкой терке. И вот здесь у меня лежит около 380 грамм ананаса, но я буду использовать где-то 250 грамм, а также майонез. А остальное куда? Ну, скушаем. Вот это вот у меня вот листики салата, потом вот я здесь обрезала от моркови кусочки. И вот такой вот сыр, вот такие вот пластинки сыра я буду использовать для украшения. Также вот у меня здесь замороженные листья петрушки, я постараюсь их тоже использовать для украшения. Ну, приступим к приготовлению. Выложила по кругу листья салата, обрезала их вот эту вот грубость, грубые листики. Может быть, они не грубые, но я их решила не использовать. А сюда буду уже класть наш салат. Все. Слоем я кладу грибы. Выкладываю и разравниваю их по тарелочке. Другим слоем мы кладем куриное филе. В данном случае у меня копченая грудка, я уже говорила. Я ее мелко крашу и буду класть на грибы. На грибы я не буду класть майонез, так как они у меня обжарены на оливковом масле. Майонеза не обязательно ложить. Кладем второй слой курицу. Так вот, я еще раз повторяю, кто любит побольше майонеза, можно положить на грибы тоже майонез. Еще хотела сказать, что мне очень-очень понравился здесь майонез вот такой. Покажи, он какой-то воздушный прям. И когда его кладешь, я заметила по салату, что получается как бы не жирно. Не тяжелый салат просто получается. Кажется, легкий. Кушаешь, когда не ощущается тонна майонеза, хотя я его кладу как бы. Ну, я помню, у нас вот праздничный, вот так вот раздавишь этот майонез. Вот этот, выдавишь. Ну, я и в ведерках его покупаю, но он все равно тяжелый по сравнению с этим. Вот этот пастовый, да, авиаса этот. После приготовления нескольких салатов и употребления, заметила, что так и есть. Мне понравился этот майонез. Очень вкусный. Следующий слой я кладу ананасы. Кстати сказать, я люблю ананасики в салате, а ты? Да возьми все, да, используй. Ну, я тоже думаю, что мы это все сточим прекрасно. И они так вкусненько похрустывают. Я люблю тоже ананасики в салате. Ну, вот видите, как мы вышли из положения. Целую баночку использовали. 250 грамм, 350. Какая равенница? Чем больше, тем лучше. Это хорошо. Что там? А, маслом масло не испортишь, что ли? Ананасом салат тоже не испортишь. Так, теперь, который, после этого у нас сейчас будет, ой, этого, господи, что нужно положить? Сыра после ананаса. Скорее всего. Ну, ананасик влажный. Я вот здесь же терла сыр. А сыр такой, какой-то с добавкой, да? Ну, он перчит немножко. Сыр мне так понравился этот, очень вкусный. Короче, вот видно, как будто... Ну, и я его когда терла, как будто кусочки перца попадаются. Там красный перец и черный перец. Да, да, да. Так что на домке помыть, а то глаз протрешь и больно будет. Сейчас помою. Ну, после сыра нужно положить опять майонез. У меня такая лопатка-доставалка. Доставалка майонеза. Это разравниватель. Лопатка-разравниватель. Так. В жизни не пользовалась этими лопатками. Ящики лежали. Говоря, я так обожаю прям. Они разные есть. Вот есть, которые дешевые. Эти лопаточки. Так, дубовые. Ну, и мне приятно это. Приятно пользоваться. Да, это как силикон такой. Я вот этой пользовалась из банки. Доставала, допустим, томатную пасту по этим, по стенкам. Я люблю со стенок все собирать. Экономная ты у нас. Да, до последнего. Ну вот, значит, сыр промазан. Следующий слой. Морковь. Мне тоже морковка нравится, кстати, в салатах. Не знаю почему. А вот, в принципе, какая разница бы, да, была? Взять все, перемешать. В смысле, не слоями? Ну, и ешь себе на здоровье. Нет, сами себе выдумываем. Ничего, так же красивше. Нам надо не только еще вкусную пищу есть. Да, еще и красиво, чтобы все было. Не только вкусную, но и красивую. Ну, я сказала, не только вкусную, но и красивую, чтобы было. Окей. Ну, вроде бы, как разровняло. Да, отлично выглядит. На камере вообще супер. По-моему, не знаю. Теперь после этого, ну, положим сюда майонезико, прям вот помажем чуть-чуть. И вот так вот, а что не побрызгаешь пэмом? Нет, пэм с майонезом бы был. Майонезный пэм. Как придумают, я побрызгаю. Так. Теперь я буду тереть сюда желтки на мелкой терочке. Красиво так смотрится. Ага. Яркая такая морковь, эти листья зеленые салата. Еще белый майонез. Да. Так уже зима надоела, кстати. Быстрее по уже лету. Яркие, сочные, красивые краски. Ой, как я здесь весну обожаю. Тут пахнет, как будто, даже не знаю, как объяснить, как тут пахнет. Ну, если тут дороги моют шампунем, пахнет очень вкусно, надо сказать. Ну, это же не от шампуня пахнет, пахнет от этих, от деревьев. Вообще невероятно просто запах. Я обожаю. Особенно в апреле и в мае. Самые мои любимые месяца, я их ненавидела. У нас это грязь, слякать на улице. Да. Не пройдешь, надо пакет. Пакет, пакет, на ноги, если тебя в институт не везет, папа. Так, что делаем? Следующим слоем. Опять бы, немного, прям вот совсем немножечко. 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 Да. Сейчас я... А как сказать немного? Я последний слой не буду мазать, поэтому сейчас я вот этот слой помажу, а последний я не буду мазать. Неудобно мазать. Да, желток вот, надо сказать. Ну, если аккуратненько постараться, то можно и помазать. Припорошила я весь салатик, все листья салата, салата этим жутком. Ну, ничего страшного. Ничего красивого, мне нравится. Я даже не заметил. Смотря как смотришь на это. Какими глазами? Ну, кто-то критикует за себя. Если глазами голодного человека, то... У меня все красиво. У меня все красиво. Здесь лепили на этот салатик, какао. Цветы као. Я всегда не любила цветы као. Почему-то название у них не учить. А я скажу. Когда я выходила замуж, почти 30 лет назад, особо цветов-то как-то не было. И муж мне принес два букета као. Откуда-то на свадьбу. На мантике. Невесты. Где он их взял, не знаю. Ну, что я хочу сказать. Сейчас я буду последний слой белки крошить. Ну, вот у нас последний слой. Этот слой у нас белок. Вообще, вот эти яйца, которые ты купила в Хайви, да? Да. Они какие-то, они крупные? Ну, они не очень крупные. Я хотела крупные купить. Они были совсем намного дороже. Смысл их? Можно было две штуки таких за одну цену купить. Поэтому я решила сэкономить. Нам же дают с фермы яйца. Вот, муж сегодня взял опять. Ну, хорошо. Так что. Вот, яйца мне здесь тоже нравятся. Очень вкусные яйца. Яйца и майонез. Я, кстати, сама, вот ты говоришь, яйца стала есть. Я сама стала яйца есть. Очень много. Я, в принципе, и любила их раньше. Салатик я приготовила. Вот такой он получился. И что я хочу сказать. Вот этот вот сыр, который я готовила на калу, начала собирать калу, ну, сворачивать. И он начал ломаться. Да, я съем. Я две штучки, короче, уже испортила. И у нас были вот три штучки, оставалось в другой пачке. Пришлось вот использовать. Он очень хорошо сворачивается и не ломается. Вот такой вот салатик получился. Если вам понравился состав этого салата, ну, все ингредиенты, которые входят в состав, и о том, и то, как мы его приготовили, то ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. А мы желаем вам всего хорошего. И всем пока. Забыла сказать, что я особо не убираю со стола. Сейчас я буду готовить еще один салат. Называется он «Невеста». Мы уже снимали видео, как мы его готовили, этот салат «Невеста». У нас зять его просто обожает. Каждую неделю он просит, приготовьте мне этот салат. Он очень вкусный. Так что рекомендуем.